Продолжая разбираться с этой задачей, мы выяснили, что если у гиперграфа n1, например, n1 меньше, чем 2 в n-1, то он точно красится в два цвета. Ну хорошо, а если их 2 в n-1? Или 2 в n-1 плюс 1? Можно ли гарантировать тогда, что он красится в два цвета? Но наш метод не привел к этому успеху, но мало ли, может, наш метод плохой. Поэтому Эркош и Хайнел предлагают искать такую величину. m от n, n это вот как раз количество вершин в каждом ребре. Они вот так обозначили. m от n, это есть по определению, давайте так, минимальное количество ребер в n-однородном гиперографии, которые нельзя покрасить в два цвета. Ну то есть у которого хроматическое число больше двойки, которые нельзя покрасить в два цвета. Если вы представляете себе, что это такое, скажите, как в терминах m от n звучит коротко совсем теорема Эркош-Хайнела, которую мы только с вами доказали. Значит, что такое m от n? Это наименьшее количество ребер, при котором уже существуют гиперографы, не допускающие расстрастики в двойки. То есть, m от n равно больше или равно 2 в n? Больше либо равно, да, вот это совершенно правильно. То есть, теорема Эркош-Хайнела, которую мы с вами доказали, утверждает, что m от n просто больше либо равняется 2 в n с первой стей. Ибо если вы возьмете гиперограф с меньшим количеством ребер, то он таки красится в два цвета. Поэтому, если где-то и есть пример гиперографа, который покрасить в два цвета нельзя, то этот пример надо искать среди гиперографов как минимум с таким количеством ребер. Понятно? Это логика. Так, ну все, мы перевелим величину m от n. Я хочу ее как-нибудь оценить сверху. Чего я мотен точно не превосходит. Может быть, кто-нибудь догадается, как построить гиперограф, n-однодный, с относительно маленьким количеством ребер, и который при этом нельзя уже покрасить в два цвета никакими силами, так, чтобы не появилось одноцветного ребра. Я предлагаю немножко подумать. Вдруг кто-то придумает. Скорее всего, нет. Но кто вас знает. Можно сделать n равным 1? Нет, n равным 1 не рассматриваем. Я специально это оговорил. У нас не бывает 1 вершинный ребер. Нет, нет, n любое. Взяли любое n. И хотим с произвольным n оценить вот эту величину уже сверху. Снизу вот мы доказали, она не меньше, чем 2n-1 степени. А чего она не больше? Сказать, когда n равняется двойке. А, ну хорошо. Вот это другой вопрос, который мне кажется тоже очень уместно обсудить. А что такое m от двух? Вот это очень хороший вопрос. Чему равняется? Вообще, что значит m от двух? m равно 2, это значит, мы рассматриваем просто графа, правильно? Так, и чему равняется m от двух? Это легко ответить. Двудольный граф плюс... Не-не-не. Еще одна, и еще рюкер. m от двух. Минимальное количество рюкеров, которые нельзя покрасить по цвету. Это вот что такое? Чему равняется? Треугольник. Правильно. Вот есть треугольник на свете, понимаете? Вот есть такой граф, который называется треугольником. У него три ребра. И его вершины нельзя покрасить в два цвета, так, чтобы каждый ребро был не одноцветным. Правильно? Да. Да. Это означает, что m от двух не превосходит тройки. Правильно? Чтобы мы привели пример такого гиперграфа, два однородного гиперграфа, с тремя ребрами, которые действительно покрасить в два цвета нельзя. Ну да, можно примерно что-то такое сделать. Но, а чтобы проверить, что m от двух не меньше, да, тройки, надо просто перебрать все графы, у которых два ребра, и все графы, у которых одно ребро. Но графы, у которых одно ребро, это, извините, вот. Да. Ну ясно, что оно красится в два цвета, правильно. Графы с двумя ребрами, это, может быть, вот так, два отдельных ребра, а может быть, галочка, цепь длины два. Но ясно, что и то, и другое красится в два цвета, правильный образ. Именно поэтому m от двух в точность равняется трем. С двумя ребрами и с одним ребром все в порядке, а уже с двумя ребрами бывает ситуация, когда не все в порядке. Бывают, конечно, и другие ситуации, когда все в порядке. Например, вот такой граф, вполне себе красится в два цвета. Но нам достаточно, чтобы существовал граф, который в два цвета покрасить нельзя. Поэтому m от двух равняется трем. Ясно? Теперь я хочу для произвольного n придумать какой-нибудь аналогичный пример. n плюс один? Нет, совсем n плюс один. Но не может быть, чтобы был n плюс один сверху, если мы точно знаем, что снизу 2n минус 1. Так 2n? Но 2n это слишком сильно получилось. Нет, давайте попробуем обобщить вот этот пример. Как устроен этот пример? Это полный граф на трех вершинах. Полный 2 однородный гипер граф на трех вершинах. Как это обобщить на произвольное n? Полный n однородный гипер граф на трех вершинах. Ну, ну, не на трёх, но как на трёх вершинах можно построить M однородно. На M тоже мало, а на трёх вершинах. Сколько? На трёх вершинках. M плюс один мало. Трёх M. Трёх M много. Вот что такое три для двух, а в общем случае? Сейчас. Чтобы с гарантией в любой раскрасть попалось одноцветное ребро. Подумайте, ладно, не галдите за M. А? Три вторых нет? Побольше. Не на лёд? Два M. Ну, два M в принципе можно, да. Три M, кстати, тоже можно, конечно. Просто три M оттечественное пломо. Два M плюс один. Два M минус один. Значит, я утверждаю, что вот такая вот оценка имеет место. C из два M минус один по M. Почему? Ещё раз. Потому что мы берём множество, состоящее из два M минус один элементов. Это вершины нашего гиперграфа. И мы рассматриваем полный M однородный гиперграф на этом множестве вершин. Полный. Все возможные M элементы и подмножства. Их столько. Это прямое обобщение вот этого треугольника. Правда? Дважды два минус один — это три. Так вот. Если вы возьмёте любую раскраску этого множества в два цвета, то по принципу деревья найдётся цвет, в котором не меньше, чем N элементов. Да. Ну, у нас же каждое ребро из N элементов, каждое множество из N элементов является ребром. Ну, значит, вот это ребро, которое покрасано в один цвет, оно всё портит. Как бы вы не покрасили в два цвета, найдётся как минимум N вершин одного цвета. Всё. Это значит одноцветное ребро в этом гиперграфе. Его нельзя покрасить в два цвета правильным образом. Поэтому вот вам пример с CS2 на минус один парень. Ну, конечно, я здесь мог написать и 3N, но это было бы больше просто. Мне хочется получше оценировать. Ну вот. А мы, между прочим, с вами оценивали эту штуку сверху. Помните? CS2 на минус один парень. Скажет, как она оценивается сверху в виде какой-то понятной функции. Мы её оценивали, когда обсуждали с вами числа Ромсэ. Но мы не совсем её оценили. Мы оценивали CS2S-2 по S-1. Ну да. Но по аналогии, наверное, можно и здесь написать, чего это не превосходит. Да нет, ну тут простое рассуждение. Не превосходит просто сумма всех ненавиальных коэффициентов. А, ну да. Ну то есть 2 в степени 2N-1. Да. Не превосходит 2 в степени 2N-1. И вот сейчас вырисовывается некоторая действительно вполне понятная картинка. С одной стороны есть вероятность на оценку Ромса Хайлла. 2 в N-1 снизу. С другой стороны есть вот этот вот явный пример оценка сверху. 2 в степени 2N-1. Ну да. Вот. Значит, последнее, что я скажу в рамках этого сюжета, это то, что и эта оценка улучшена к настоящему времени, и эта оценка улучшена. Обе оценки улучшены с помощью вероятностного метода. То есть мы снова наводим пафос на вероятностный метод. Значит, вид функции, которая получается здесь, и которая получается здесь, я не готов нарисовать, потому что там поползают пресловутые логарифмы. Ну, в будущем когда-нибудь расскажем вам, как это улучшать. Ну а на сегодня давайте действительно на этом закончим. Спасибо. Спасибо.